всем привет с вами flower inside меня зовут Ирина и сегодня мы приготовим сезонное блюдо можете называть его салатом закуской закусью но это будет очень вкусно как это не назови и для блюда нам потребуется болгарские перцы чем мясистее тем лучше помидоры можно чуть поменьше чем это любая зелень который вам нравится чеснок соль подсолнечное масло если вы хотите добавить еще какие-то специи то на ваше усмотрение для начала нам нужно приготовить наши перцы нарезка перцев будет зависеть от их размера поэтому кусочки берем средний например этот мы режем на 4 части а помидоры ну вы увидите дальше смотрим и так мы подготовили наши овощи чеснок мы режем очень крупно он нам нужен здесь для вкуса и запаха а не как еда перец вы порезали на четыре части все будет еще раз повторяю зависеть от размера перца удаляем все лишнее промываем от семечек помидоры во первых помидоры должны быть такие чтобы хотелось есть пока режешь мы режем довольно таки крупно нам не нужны мелкие помидоры они здесь для вкуса они здесь тоже как основная часть закуски они не для соуса поэтому выбираем мясистые ароматные и режем крупно зелень нам нужно будет к самом конце готовить можно как в духовке с помощью запекания так и на сковороде мы используем второй способ если вы готовите в духовке то овощи все перед этим смажьте маслом мы же добавим на сковородочку в начале у нас идет перец чеснок и помидоры так что по-тихому добавляем даем пару минут прогреться помешивая перца добавляем помидоры в духовке это займет где-то 15-20 минут на сковороде зависит от мощности вашей комфорки на газовой подольше на индукционной поменьше готовим примерно от пяти до семи минут итак перец помидоры приготовлены солим на ваш вкус хотите на этом этапе добавлять сухие специи пока все тепло чтобы это разошлось посолить советую чуть-чуть побольше также на этом этапе если вы хотите какую-нибудь кислинку можно добавить немножко лимонного сока засыпаем вашей любимой зеленью в том количестве в котором хотите у этого блюда нет точных громовок поэтому советую ориентироваться только на свой вкус даем буквально пол минутки остыть и подаем подавать можно прямо в сковородке потому что это деревенское блюдо и так продолжаем и перед тем как попробовать всю эту красоту я еще раз повторюсь это блюдо не имеет рецепта хотите побольше помидор перца решаете вы какая зелень идет сверху решаете вы единственное что в моменте приготовления вы сами решаете степень прожарки если вы любите посвежее продукт значит немножечко подержите а если хотите более приготовленный перец с томатами держите чуть подольше на медленной температуре что еще можно добавить это блюдо самостоятельно само по себе но можно его залить уже яйцами или положить его на хлебушек добавить его с мясом поесть или свежие листья салата будет теплый салат с перцами это основа поэтому вы ее можете использовать как захотите а я пробую эту вкусноту это очень вкусно перец пропитался вкусом сладких и слегка кислых томатов с чесночком получается более ароматным более вкусным чуть-чуть хрустит но я так именно и хотела и задумывала очень хорошо если вы спросите как хранить и сколько все это хранится положите в обычный контейнер два-три дня хотя съедается обычно раньше спокойно это блюдо лежит и только насыщается вкусами друг друга а с вами были flower inside вкус больше чем кажется ставьте лайк подписывайтесь на канал до новых встреч